В Алматы участвовали победители и призёры в чемпионат Азии по боксу среди мужчин и женщин. Напомню, в Дубае на первенстве континента казахстанские спортсмены завоевали первое общекомандное место, завоевав 16 медалей различных достоинств. Теперь боксёры усердно готовятся к Олимпиаде в Токио. По сложившейся традиции, руководство Казахстанской Федерации бокса награждает спортсменов, достойно защитивших честь страны. Цветы, грамоты и денежные сертификаты получают боксёры, успешно выступившие на чемпионате Азии в Дубае. Нельзя не отметить женскую команду. Казахстанки завоевали сразу восемь золотых, одну серебряную и бронзовую медали, побив рекорд Азии. К сожалению, мужская сборная не смогла повторить успех. Теперь ребята рассчитывают отыграться на Олимпиаде в Токио. Этот чемпионат показал, что на предстоящую игру нам следует тщательно подготовиться. Работаем над ошибкой. На Олимпиаде мы сможем показать лучший результат. Настрой у ребят боевой. То, что не получилось на чемпионате Азии. Надеемся показать на Олимпийских играх хороший бокс. Для этого ребята полностью сейчас отдаются работе. Прошли первый этап сбора. Теперь предстоит второй, заключительный и затем выезд в Токио. За золото спортсменам вручили 10 тысяч долларов, за серебро 5 тысяч долларов и за бронзу 2,5 тысячи долларов США. В этот же день официально представили нового вице-президента Федерации и государственного тренера сборной Казахстана по боксу Бахтиара Артаева. Конечно, я очень рад. И с другой стороны, понимаю, что это большая ответственность. Только вчера пошло первенство Азии. Было много спорных вопросов. А впереди еще Олимпиада. Предстоит немало работы. И я готов к новым целям. Не остались без внимания тренерский штаб сборных и научная группа. Их также наградили ценными призами.